Как часто люди стремятся к состояниям типа нирваны, просветления и так далее, и так далее, и задаются вопросом, кто я? На этом вопросе построено очень много манипуляций. И неважно, под каким соусом эти манипуляции будут выданы, под соусом Адвайты, Созидательного Сообщества или еще чего-то. Но это все манипуляции. Сейчас прокомментирую один ролик, который тоже поверг меня в шок. Человек соглашается с тем, что мысли в моей голове мои, что я и мой интеллект – это одно и то же. Все, он попал. Он попал в руки самого виртуозного манипулятора под названием сознание. Для того, чтобы выйти из-под этой власти, из-под контроля, из-под контроля, из-под власти этого манипулятора, для этого нужно ответить на вопрос, кто я? И понять, что мысли в моей голове, что сознание – это не есть я. И только отделившись от него, человек способен избавиться от манипуляций и перестать манипулировать другим человеком. Почему? Потому что сознание не может по-другому общаться с личностью человека. Как только человек сказал, что я – мысли не мои, интеллект – это не я, сознание – это не я, вынес сознание, вынес мысли, вынес интеллект, и тогда, задав вопрос, кто я, он оказывается в пустоте, потому что никого дома нет. И вот этот вот момент выноса, его очень хорошо используют секты. Для чего? Ну, очень хорошо управлять пустым. Точно так же был вынесен Бог и вынесен дьявол. Сейчас давайте вынесем сознание. Вынесите сознание из тела. Тело без сознания может жить? Нет. Определение инфодайинга. Сознание. Книга «Инфодайинг. Знание». Сознание, образующее игру субстанция. Которое проявляется как состояние, в котором человеку одновременно доступен к осознанию и проявлению он сам, его внутренний и внешний мир. Это образующее игру субстанции. Нет сознания – нет игры. Есть понятие «чистое сознание». Это сознание, не содержащее информацию. Чистое сознание, как родниковая вода, не содержит информацию, но эта субстанция уже образует игру. И в зависимости от того, насколько она наполняется субстанцией, может проявляться разумность, может проявляться разумность жизни. Вы можете видеть рыбы, животные и так далее. В зависимости от наполнения информации. В какой-то момент накопление информации перерастает в накопление опыта и образуется знание. Это уже незыблемая часть сознания. Понимаете? Но когда вот эти вещи ты осознаешь, ты до них дошел сам, тебе не надо делать человека пустым. Потому что если человек пуст, у него нет своей игры. И тогда вот такие ролики – это мозгокрутство с целью сектовать человека. Сделать его пустым, тупым, не имеющим своей игры. Кстати, на этом, например, идет движение в любых сектанских, религиозных течениях. Но об этом вы можете прочесть в книге «Управление восприятием», если она у меня здесь. Нет, здесь ее у меня нет. Вы можете посмотреть на сайте shopsobrition.com В книге «Управление восприятием» описаны все виды манипулирования в объективной реальности. Как только вы что-то из себя вынесли и сказали «это не я», вы уже создали объективную реальность. Вы уже создали игру, в которой у вас кого-то нет дома. Вопрос – кого нет дома? Да, части сознания вашей нет дома. И еще, господа, что касается манипуляции, что сознание только манипулирует, и поэтому в общении с другими людьми мы только манипулируем. Да, люди неосознанные только манипулируют. Но люди сознательные общаются со своим зеркальным отражением через любовь и благодарность. Любовь и благодарность не предполагают манипуляции. Но это тогда про искренность и про чистоту сознания. То, о чем умалчивает и Адвайта, и все другие сектанские течения. Почему? Потому что чистота и искренность не дадут финансового дохода. Потому что если человек все собрал в себя, то он становится целостным. У него есть свое тело, у него есть своя жизнь, у него есть своя игра, у него есть своя семья, свой род, свой бизнес, свой дом, своя земля, свой земной шар. Это все он. Он все это осознает, что создает в своем сознании. Он создатель этой реальности. И тогда он сам решает, какую часть сознания вынести. Потому что если вы вынесете все сознание, вы труп. И тогда вот такое мозгокрутство, оно напоминает безумие. Думайте, когда вы находите гуру, который крутит вам башку. Вы создаете свою реальность сами. Так возьмите за нее ответственность. И тогда не надо будет выносить из себя ваши мысли. Не надо будет выносить из себя ваш интеллект. Ваш интеллект – это не вы. Это же как бздец. Вот просто задумайтесь, где здесь здравый смысл. Где здесь здравый смысл, где логика. Это безумие. Продолжение следует.